Скажите о конце света. По священным писаниям это будет в 2012 году, да? Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах, да? Совсем немного осталось. 12-й год уже. Спустится ли Иисус на землю? Ну, это надо у Иисуса спросить. Кто может ответить, спустится он на землю или нет? Только его близкий спутник может ответить на этот вопрос. А мне до близкого спутника Иисуса, как до луны, пешком. Поэтому, что вы меня задаете, как бы, этот вопрос? Человек, который никаким образом не достоин на него отвечать. Никаким образом. Что касается конца света. А вы почувствовали, 12-й год уже настал. Чувствуете, конец света приближается. Я когда в Краснодарский край переехал, два года назад, мне сказать, ты что, дурак, что ли? Там же трещина пойдет в 2012 году. По Краснодарскому краю трещина пойдет. Я сразу начал геологическую историю Земли изучать и узнал, что последняя трещина на Земле была несколько миллионов лет назад. Начал теорию вероятности высчитывать, что это будет в 2012 году. Вероятность ноль. О, и сколько у нас дури в голове. Очень много дури. Ладно, я вам про конец света сейчас расскажу. Если вы хотите, да? Нет. Да, я вас напугаю. Ведо описывает, что катаклизм вот такой, который разрушающий жизнь на Земле, он случается не так часто. Но вот таких больших глобальных масштабов, чтобы все человечество было уничтожено. Ведо описывает, что как бы он раз в эпоху происходит. Наша эпоха началась пять тысяч сто с лишним лет назад и закончится, то есть она длится, вот наша эпоха длится всего четыреста тридцать тысяч лет. Вот. Четыреста тридцать тысяч лет она длится и пять тысяч сто из них прошло. То есть через четыреста тридцать тысяч лет будет конец света. А? Еще не скоро, да? Ну ладно, если вы считаете, что он будет в этом году, тогда должны быть признаки. Знаете, какие признаки конца света? Вспомните, ну, Великая Отечественная война — это конец света? Ну, будем считать, что конец света. Потому что ужасное время было, ужасное. Весь мир был ввергнут в ужасную пучину войны. Да, по крайней мере, весь наш континент. Так или нет? Так. Ужасное время на четыре года. Многие люди погибли. Двадцать миллионов человек погибло. Двадцать первых годов. Двадцать второго июля. Россия. Настроение людей. Двадцать первое число вечера. «Раскаленное солнце тихо с миром прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви». Песня о каком-то беде как бы предвещает, нет? Нет? Кто из вас помнит это время? Поднимите руку. 41-й год. Кто помнит? Есть эти люди здесь? Уже нет. Я изучал этот вопрос. Все испытывали такое счастье на земле, русские люди, испытывали столько счастья на земле, что нам даже не снилось. Они чувствовали, что уже практически построили коммунизм в стране, осталось еще немного. Войны уже давно нет. Пару десятков лет. И они испытывали столько радости, что наконец-то они уже строят будущее. И отношения между людьми были другие, не как у нас. И все было наполнено светом и счастьем. Веды описывают, что когда приходит смерть, она приходит всегда со спины. И даже если в ведах, в физических писаниях описывается, что когда человек должен оставить тело, то на три дня где-то у него восстанавливается здоровье. Интересный феномен. Начинает чувствовать себя отлично. У него все поправляется. Кто это видел своими глазами? Димитрий. Начинает чувствовать себя хорошо. У него пропадают боли. У него пропадает чувство, что у него что-то плохое происходит. Он успокаивается. Спокаивается. Эмоционально становится другим. И потом неожиданно хрязь и оставляет тело. Тебя как зовут? Дело. Ты хорошая девочка? Смерть всегда приходит со спины. Когда земле грозят серьезные катаклизмы, люди об этом даже не догадываются. Атмосфера штили. Наступает штили. Никто ничего не боится. Этот год действительно будет необычным. Знаете, в чем необычным будет этого года? В том, что он будет наполнен страхом. Страхом за жизнь. Люди будут бояться. Смерть и несчастье приходят со спины. Их не видно. Неожиданно они приходят. Вот у кого несчастье в жизни недавно произошло, поднимите руку. Вы ожидали, нет? Вы ожидали? Прям чувствуем произойдет. Вот он чувствовал. Еще у кого? Чувствовали? Нет. А вы? Нет. Никто не чувствует? В основном никто не чувствует. Настоящее серьезное несчастье. Как гром с беднястого неба, говорят. Вот. Понятно, да? Так что ничего не бойтесь. Вот эта вся вот затея, 2012 год. Я медитировал на это. Я вам могу сказать, что это такое. Некоторые люди так деньги зарабатывают. Понимаете? То есть, что они делают? Они сначала народ нахлобучивают. Делают голливудские фильмы на эту тему. То есть, много рекламы. Нахлобучивают народ. А потом играют на бирже деньгами. То есть, то поднимают валюту, то пускают. Нахлобучили народ, он ничего не соображает. Он бежит деньги, то снимает, то кладет. Вот так вот. И вот это сейчас происходит. Сейчас будут на наших деньгах зарабатывать. То снимать будем, то класть, бегать туда-сюда с этими деньгами. Не будем знать, куда их девать. И те, у кого не будет денег, они будут больше счастливы, чем те, у кого есть. Вот такое предсказание на 12-й год. Все, больше никаких катаклизмов. И плюс вот страх у людей вокруг. Ну ладно. На этом мы сейчас закончим. Перерывчик сделаем. И встречаемся через сколько? Через час? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok